В результате заноса пострадали 6 человек. Четверо сейчас отправлены на амбулаторное лечение в районные поликлиники. У многих из них ушибы и ссадины. Больше всего досталось двоим гражданам Китая. Оба мужчины получили сотрясение мозга. У одного перелом ключицы, у другого травмы коленной чашечки и берцовой кости. В место происшествия поступили, обратились 5 человек. Из них двое госпитализированы. Сейчас в данное время состояние больного относительно удовлетворительное. Чувствуют хорошо. Лечением занимаемся. Процедура выполняется. Они хотят уже сегодня или завтра уехать. Иностранцы в переделке оказались случайно. Шли после обеда, увидели дрифт и заинтересовались. Пробились в первые ряды и попали в аварию. Оба приехали в Кыргызстан для ведения бизнеса. Вот только пока по состоянию здоровья с этим придется подождать. У меня немного болит ключица. Вчера болела сильнее. А вот за друга я переживаю. Его сейчас на МРТ отправили. Колено проверить. Он сам врач. Тоже опасается по поводу колена. Но надеюсь, что все обойдется. Ни к организаторам, ни к водителю госпитализированные граждане Китая претензий не имеют. Говорят, что заявлений писать не будут. Да и к ним из правоохранительных органов пока не обращались. Водитель машины Алексей пока по понятным причинам комментариев не дает, как не дают их и организаторы мероприятия компания Sun People. Однако они вместе посетили пострадавших, принесли извинения и готовы оплатить лечение. Почему спортивная машина вдруг сошла с колеи, неизвестно. У Алексея приличный водительский стаж, да и свое авто он собирал самостоятельно. Наши коллеги из спутника ИДЖИ вспомнили, как он представлял его впервые. Итак, я готов вам представить свою ракету-пуску. Сейчас его Toyota Mark II на штрафстоянке. Автомобиль пройдет тщательный техосмотр, чтобы стало ясно, была ли виной ошибка пилота или неисправность авто. Мэрия ответственность с себя снимает. Говорит, за безопасность отвечали организаторы. Отмечу, что Sun People проводит чемпионат Градус Кап уже три года подряд. Раньше подобных инцидентов не возникало. Обычно, вы, наверное, сами знаете, это во всем мире проводятся экстремальные виды, особенно дрифтовые. Это достаточно зрелищный вид спорта. Наверное, вы наблюдали, там всегда были парапеты, они все сделаны из старых покрышек. Но на этом фестивале почему-то их не было. Для нас это тоже является вопросом. Поэтому, если даже они будут проводиться в черте города, мы будем просить, мы будем требовать еще, чтобы они выполнили все международные стандарты безопасности. В интернете пользователи запустили акцию в поддержку организаторов Градус Кап. Но и в мэрии отмечают, речи о запрете на проведение чемпионатов по дрифту нет. Правда, теперь муниципалитет настоятельно рекомендует проводить их за чертой или хотя бы не в центре города. А еще в мэрии планируют впредь привлекать компетентных специалистов для проверки безопасности площадки перед заездами.